Темниковский суд огласил приговор 40-летнему уроженцу Новосибирска Евгению Кему, который обвинялся в трех эпизодах мошенничества. Осенью 2018 года Кем, отбывая наказание в Ленинградской области, смог дистанционно обмануть трех жителей Темниковского района, похитив у них почти полмиллиона рублей. Для того, чтобы реализовать схему мошенничества, ему понадобился только телефон и сим-карта. В сентябре 2018 года заключенный колонии, расположенной в Ленинградской области, звонил жителям Мордовии с мобильного телефона на стационарный, представлялся сыном и сообщал, что стал виновником ДТП. Далее, взволнованным от услышанной новости потерпевшим, он говорил, что в аварии пострадала девушка, и для ее лечения ему срочно требуются денежные средства. Как только Кем понимал, что жертва на крючке, то сразу просил продиктовать номер мобильного телефона и продолжал разговор уже там. Напуганные родственники, действуя по указанию злоумышленника, который все это время оставался на связи, через банкомат переводили деньги на продиктованные ему абонентские номера телефонов. Таким образом, всего за два дня, 4 и 5 сентября 2018 года, Ким смог незаконно обогатиться на 478 тысяч рублей. Приговором суда мужчина с учетом ранее назначенных наказаний осужден на 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Решение в законную силу не вступило. Для Кима это не последний приговор. Таких потерпевших, как в Мордовии, по данным следствия, по всей стране около 50 человек. Своё нахождение в колонии новосибирец будет продлевать еще не раз. Тем временем в Саранске за аналогичные преступления еще только предстоит судебное разбирательство. Обвинения были предъявлены 21-летнему горожанину, на счету которого 4 обманутые пенсионерки в возрасте от 70 до 99 лет. Добычей телефонного афериста стали 470 тысяч рублей. Потерпевшие обратились в полицию весной прошлого года. По словам заявительниц, им на мобильный телефон звонил неизвестный якобы сотрудник юридической компании, который сообщал, что их родственник попал в дорожно-транспортное происшествие. Незнакомец пояснял, что за денежное вознаграждение в сумме от 50 до 200 тысяч рублей он может решить вопрос о непривлечении близких к уголовной ответственности. У каждой из потерпевших был внук, поэтому пожилые женщины не раздумывая соглашались оплатить услугу. Деньги у пожилых женщин аферист забирал лично либо через курьера. В результате проводимых мероприятий оперативникам МВД удалось вычислить злоумышленника. На допросе он признался, что искал работу в интернете, где случайно наткнулся на объявление неизвестного. Он прямо предложил ему заниматься мошенничеством с 40-процентным доходом от суммы преступного заработка. Горожанин согласился и теперь рискует уехать в колонию на срок до 5 лет. Наказание может быть реальным, ведь несмотря на признание вины, ранее горожанин уже имел проблему с уголовным законом. Екатерина Чермянина, программа происшествия.